Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал GeekInsight.ru и некоторое время назад на моем канале произошло одно знаменательное событие ну, для меня оно очень важное, я к нему достаточно давно шел ко мне приехала вот такая вот, вот такая вот кнопочка за 100 тысяч подписчиков сейчас у меня подписчиков уже немножко больше, но тем не менее кнопка приехала я рад, надо поставить ее куда-то в рамочку впрочем, сегодняшний видеоролик будет не про кнопку сегодня будем распаковывать новый стабилизатор от компании Zhiyun или Zhiyun, не знаю как правильно в общем Zhiyun Vibelab в расширенной комплектации Creator Package коробка с ним ко мне приехала буквально несколько дней назад я давно хотел приобрести себе стабилизатор потому как пользуюсь беззеркальной камерой это Panasonic G80 в ней есть встроенный стабилизатор, матричный стабилизатор и он в принципе неплохо справляется если приноровиться, можно даже на ходу что-то более-менее где-то как-то плавно снять но все-таки для того, чтобы снимать что-то более-менее динамичное его на самом деле не совсем хватает хотелось из какой-то более плавной картинки и поэтому я решил взять себе стабилизатор выбирал достаточно долго, рассматривал разные варианты но остановился на вот таком стабилизаторе от компании Zhiyun посмотрел, прочитал при нем довольно много инфы и понял, что мнение видеографов вообще в принципе относительно данной модели расходятся кто-то его критикует, кто-то наоборот хвалит со своей стороны ничего хорошего или плохого не могу сказать потому что я его еще не успел потестировать в этом видео мы его просто распакуем посмотрим, что в коробке посмотрим вообще в принципе как он сделан насколько качественно, ну там все и я думаю, что полноценный обзор я сделаю через неделю, через две когда уже погоняю с ним нормально съезжу на какие-нибудь съемки на какую-нибудь красивую локацию ну может быть сделаю пару-тройку красивых роликов и скомпоную это все в полноценный обзор и наверное тогда я смогу о нем какое-то полноценное мнение составить сейчас это будет просто распаковка ко мне приехал он вот в такой вот большой и красивой коробочке правда коробочка немножко помялась видимо на почте России пинали ее ногами но ничего страшного главное, чтобы сам стабилизатор был цел и внутри ничего не повредилось итак, у меня расширенная комплектация называется она Creator Package здесь есть коробка со стабилизатором есть еще несколько небольших коробочек сейчас по порядку я расскажу про все первая маленькая коробочка в ней находится устройство для того, чтобы можно было в ручном режиме регулировать фокус то есть когда вы ставите камеру на стабилизатор вы можете подключить к нему вот этот специальный сервопривод надеть вот это специальное колечко на объектив подключить проводом стабилизатор к приводу и управлять фокусом камеры непосредственно со стабилизатора штука, я думаю, достаточно удобная, интересная к ней я вернусь несколько позже так, следующая коробочка это какой-то специальный ремень Transmount Multifunctional Camera Belt да, это какой-то ремень специальный сейчас мы его тоже распакуем посмотрим, для чего он нужен есть еще несколько маленьких коробочек маленькие коробочки у нас с креплениями и эти крепления служат для того, чтобы подключать к стабилизатору какие-то дополнительные аксессуары а какие аксессуары можно с помощью них подключить а, все, понял с помощью вот этих дополнительных креплений к стабилизатору можно как раз подключить вот этот специальный сервопривод для мануального управления фокусом так, что тут у нас еще в комплекте это вот такая маленькая коробочка в ней находится крепеж для смартфона то есть, для чего он нужен? крепеж вы маленьким креплением приделываете к стабилизатору устанавливаете в него смартфон далее подключаете смартфон к стабилизатору нет, камеру подключаете к смартфону изображение с камеры у вас выводится на смартфон и на смартфоне с помощью специального приложения вы можете управлять камерой тоже, наверное, достаточно удобная штука у меня есть для моей камеры, кстати, недавно я снимал обзор на внешний дисплей но, возможно, с помощью этого аксессуара мы сможем избавиться от внешнего дисплея и юзать просто мобильный телефон в качестве внешнего дисплея тем более, что камера может быть в этом случае управлять что очень удобно так, это я пока все убираю а последняя дополнительная коробочка но не по значению это вот такой вот монопод монопод можно его разложить максимальная длина, как я понимаю, 65 см очень удобно он может приделаться к стабилизатору в качестве дополнительной удлиняющей ручки это все был расширенный комплект а сейчас перейдем уже к основной коробочке собственно, это вот такая вот коробочка внутри коробки находится вот такой вот жесткий кейс он на самом деле очень легкий и при этом я вот, кстати говоря, думал, прочно он или нет но довольно сложно его пальцами продавить то есть он, в принципе, довольно прочный можно с собой таскать стабилизатор в этом кейсе и вероятнее всего если там под машину его не кидать и молотком не долбить ничего стабилизатора не будет вот он, вот как все это дело выглядит ух, наконец-то, наконец-то наконец-то он приехал в комплекте здесь, кстати, тоже много прям дофига всего и надо бы сначала разобраться, что здесь к чему так, ну сам стабилизатор сам стабилизатор выглядит примерно вот так это прям маленькая такая ручка компактная а внешне, знаете, напоминает какие-то стабилизаторы для смартфонов на самом деле не сильно по размеру отличается от того же самого DJI Osmo так, помимо стабилизатора мы видим в коробке ручку это ручка, которую можно накрутить на него так, таким образом накручиваем вот и еще из интересных особенностей данной модели ну, собственно, что мне понравилось у него есть так называемый ну, я это назвал там, спортировочным режимом то есть каждую ось каждую из трех осей можно заблокировать для транспортировки то есть они никуда никак не будут вращаться никак двигаться не будут стабилизатор будет занимать максимально ну, небольшое количество места и все оси у него будут заблокированы ничего он не будет греметь, стучать и там биться какие-то детали друг об друга не будут собственно, вот специальный замочек на каждой оси он свой и вы можете эти оси блокировать или разблокировать или разблокировать и так, кроме самого стабилизатора в комплект у нас входит два аккумулятора емкостью по 2600 мАч каждый быстросъемная площадка смотрите, здесь она такая интересная стоит из двух частей я так понимаю, нижняя часть крепится на стабилизатор а верхнюю можно снимать то есть вы устанавливаете площадку устанавливаете на нее камеру балансируете камеру и совершенно спокойно можете потом ее снять вот с помощью вот этой маленькой верхней площадочки поставить на штатив что-то поснимать потом вернуть ее на стабилизатор и вам не нужно будет перебалансировать устройство далее мы видим зарядное устройство для аккумуляторов к сожалению, самого зарядника нет который вставляется в розетку есть только провода то есть можете подключить провод подключить все это дело к компьютеру и заряжать аккумуляторы либо использовать какое-то свое зарядное устройство провода находятся вот в таком маленьком кейсе такой маленький жесткий чемоданчик в нем есть достаточно много всего вот микро-USB кабель USB Type-C кабель еще какой-то микро-USB кабель и всевозможные болты и переходничок USB Type-C мама-папа не знаю, зачем нужен надо будет разбираться в процессе обзора я все это посмотрю детально и расскажу вам далее есть еще вот такая маленькая быстросъемная площадочка она нужна для того, чтобы камеру фиксировать повыше если у вас объектив какого-то совсем большого размера какой-то телевик, наверное, я не знаю ну, в комплекте есть такая штука не знаю, насколько актуальна я вряд ли буду пользоваться но тем не менее вот, собственно, и все такой комплект у данного стабилизатора в одном из ближайших видео я попробую сделать у него детальный полноценный обзор но на этом мы, наверное, прощаемся с вами до новых встреч вы смотрели канал GeekInsight.ru всем пока!